Спасибо. Всем привет. Меня зовут Мария Сочилкина. Я адепт ферментации, популяризатор ферментации в обществе не только домохозяек, но и производства. Соответственно, я консультирую производство пищевых продуктов, которые так или иначе связаны с производством пищевых ферментированных продуктов. И я основатель школы онлайн-ферментации Ferment in Wonderland, где я посвящаю в тонкости нюансы практически абсолютно каждого. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что же такое ферментация и как Россия может использовать ферментацию в дальнейшем экспорте продуктов, что можно производить, вообще что такое технология ферментации, где она в принципе давно уже применена, и как мы можем двинуться дальше, используя старую новую технологию. Мы сейчас находимся в такой точке, когда здоровье человека находится в опасности. Все дело в том, что глобализация, стандартизация, пастеризация и единообразие продуктов питания привели к тому, что человек начал так или иначе испытывать трудности со здоровьем. Мы стали много употреблять рафинированных продуктов, которые вызывают привыкание, и эти продукты, к сожалению, просто выгодны бизнесу. Наша задача сдвинуться с этой точки и найти решение проблем. Давайте рассмотрим, что же подразумевает собой ферментация с точки зрения эффекта от ферментированных продуктов для организма человека. Ферментированные продукты поддерживают в первую очередь общий микробиом человека. Ферментированные продукты способствуют синтезу витаминов, повышению органолептических свойств и пищевых продуктов. Именно во время ферментации можно создать тот самый пятый вкус умами и одновременно кислый, острый, сладкий, соленый. В общем, тот самый, который сводит с ума сейчас миллионы людей по всему миру. Также ферментация – это не только вкусно, но и очень полезно. Ферментированные продукты нормализуют общий кислотный баланс с желудком и вообще организмом человека. Также стоит отметить очень главное качество. При переваривании ферментированных продуктов организм человека тратит намного меньше усилий, при этом получая все полезные вещества. То есть ферментация обрабатывает продукты, и эта технология так, чтобы они уже переварились бактериями до того, как попали в наш организм. Соответственно, мы получаем от них всю пользу уже в готовом виде. Также в ученом сообществе после ряда исследований было замечено, что в странах, где в рационе присутствуют ферментированные продукты, организм более устойчив к вирусам, таким как COVID-19 и другими штаммами, в которые он мутирует, так скажем. И, соответственно, возможно, употребление ферментированных продуктов не защищает от COVID-19, но было замечено, что болезнь протекает в более легкой форме и без осложнений, либо в скрытой форме. В чем же заключается суть технологии ферментации? Ферментированные продукты – это продукты, изготовленные с помощью контролируемой технологии, обеспечивающей желательный бактериальный рост через видоизменение функциональных свойств пищевых компонентов. То есть при производстве ферментированных продуктов любым способом участвуют микроорганизмы. Это те самые бактерии, плесневые грибы или дрожжи, или их сочетания, которые преобразуют молекулы продукта, делая его, видоизменяя, делая его более доступным для организма. И, соответственно, побочный приятный эффект, мы получаем новые вкусы, которые ранее не были замечены в этом продукте в неферментированном состоянии. Области применения ферментации достаточно широки. Рассмотрим несколько из них, кроме продуктов питания, которые мы сейчас поверхностно разобрали. Первая область применения – это аграрная промышленность. Ферментация снижает расход корма на больших свинофермах. Например, такое исследование было проведено в Тюрингии на большом свинокомплексе, где ферментация, проведенная с помощью молочнокислых, использованием молочнокислых бактерий, помогает снижать расход корма за счет того, что делает продукт для свиней более удобоваримым, расщепляя заранее все элементы до мельчайших и, соответственно, синтезируя новые витамины. То есть теперь промышленные комплексы тратят не только меньше корма, тем самым уменьшая расходы, но и способствует это все улучшению здоровья животных, что не менее важно. Также мы с вами давно знакомы с пищевой химией, с теми самыми пищевыми химикатами, такие как лимонная кислота, уксусная кислота и тиловый спирт. Все эти пищевые химикаты тоже производятся с помощью ферментации. Также все коммерчески производимые ферменты, такие как амилаза, липаза, инвертаза, сычужный фермент и разные ферменты для производства сыра, они все тоже производятся путем ферментации. Иногда целью производства стоит производство самой биомассы, например, пекарских дрожжей для выпечки хлеба, который используется повсеместно. Также ферментации активно используются в биоэнергетике. Биоэнергетика – это, как вы знаете, большая перспективная отрасль биотехнологий, где как раз извлечение энергии происходит путем фиксации биологических процессов и видоизменения их. То есть ферменты энергетических процессов также участвуют в биоэнергетике и при производстве альтернативных источников энергии, таких как биоэтанол, биогаз, биодизель и других. Соответственно, использование их также повсеместно в промышленности, в сельском хозяйстве, в коммунальных службах и как альтернативное топливо. Ну и, соответственно, продукты питания, которые сегодня мы рассмотрим наиболее подробно для того, чтобы понять, как же Россия может конкурировать и с какими продуктами на мировом рынке. Но для этого затронем следующий сегмент – это виды ферментации продуктов, чтобы немножко ввести в экскурс, так скажем, устроить мини-экскурс. Первое – это молочно-кислая ферментация. Это ферментация, которая затрагивает такие продукты, как йогурты, кефиры, ряженка, а также квашеная капуста относится тоже к молочно-кислой ферментации. Все хрустящие корнеплоды в рассоле, овощи, такие вызывающие слюноотделения и всегда желанные после тяжелых каких-то застолий. Второй вид – это уксусно-кислая ферментация. Но тут все понятно. В принципе, это производство уксуса. Тот же самый бальзамический уксус, который добавляют во всех ресторанах салаты, он тоже продукт ферментации и выдерживается еще, к тому же, состаривается в больших дубовых бочках, что делает вкус более глубоким. И, соответственно, даже добавляя уксус в пищу, к воде или к еде, мы можем привнести дополнительные компоненты. Как раз ферментация синтезирует все необходимые новые микроэлементы и витамины в исходный продукт. И третье – это ферментация грибками. Ферментация грибками достаточно популярна сейчас. И это большинство тоже привычных нам продуктов, таких как соевый соус, мясо-паста, темпе, нато и так далее. Примеры ферментативных продуктов на основе базовых ингредиентов вы можете видеть на экране. Я лишь скажу, что они разделяются по типу сырья, потому что виды ферментации к одному и тому же продукту могут подключены быть совершенно разные, и их можно комбинировать. Первое – это фасоль, как раз мясо-нато соевый соус, зерно, пиво, квас, макколи, хлеб на закваске, рисовое вино, растительная основа – это кимчи, все возможные овощные соления, корнеплоды, овощи на основе фруктов. Это как раз уксус, ферментация какао-бобов для шоколада – это тоже процесс, возможно, незнакомый, скрытый от глаз, но это тоже происходит и на всех производствах шоколада. Также есть медовая ферментация, где используются ферменты меда и ферменты, содержащиеся в исходном сырье. Например, можно сделать очень вкусный сироп как дополнение к пище, используя только мед и имбирь, к примеру, а процесс запустится сам. Молоко. На основе молока мы все знаем, что это йогурты, кефиры, ряженки, кварк, кумыс, многие региональные продукты и локальные производятся на основе молока. Ферментированные колбасы. Чоризо, пепперони, салями. Их восхитительная белая корочка – это тоже продукт ферментации и работа грибков. А также чай. Ферментированные сорта чая – это пуэры, улуны и, конечно же, напиток на основе чайного гриба – комбуча, который сейчас говорят повсеместно и который сейчас занимает значительное место в нише производства продуктов питания здоровых. Но обратимся к истории. Откуда же пошел феномен ферментации и как он развивался? Все началось с древних времен по средние века, когда главным и единственным инструментом для сохранения урожая как раз была ферментация. Я обращу внимание, что это был интуитивный инструмент, и люди просто поняли, что мало того, что они сохраняют продукт, так он еще и прекрасно переваривается, приносит облегчение в желудочно-кишечном тракте, кожа, волосы становятся лучше, и, соответственно, на протяжении зимы ферментированные продукты составляли большую часть рациона людей. Также в сельском хозяйстве. Рассматривая сельское хозяйство в общем плане, мы можем понять, что переизбыток сезонный и дефицит продукции тоже не обошелся без ферментации. То есть заготовки издревле происходили именно этим способом. Затем с XVI по XIX века вырабатывается как раз научный подход к ферментации, и начинается он с изобретения микроскопа, когда были заложены как раз основы микробиологии. И в 20 веке произошло массовое глобальное производство, пастеризация, стремление к единообразию продуктов питания, потому что это просто, это удобно, это быстро, и, соответственно, продукты стали выпускаться и на полке масс-маркетов попадали продукты с совершенно неестественным сроком годности, которые были усилены усилителями вкуса, консервантами, уксусом и сахаром. Что такие продукты вызывали? Ну, только жажду и привыкание. Соответственно, бизнесу это только на руку, и это удобно людям, которые стали более заняты в бизнесе, на работе и так далее. И уже в 21 веке, после многочисленных русских и немецких исследований, возвращение ферментации на мировую арену и привлечение глобального внимания. То есть произошло исследование более глубокой технологии ферментации и пользы для здоровья человека. Самое глобальное исследование, которое продолжается до сегодняшнего дня, это исследование в США к Орнельским университетам, которое началось в 2000 году и присоединились к нему абсолютно все страны от США до Сербии и Индии. И рассмотрим рынок ферментированных продуктов на примере комбуччи. Как раз напиток, который стоял у всех на подоконниках в детстве, возможно, возможно и не стоял, с чайным грибом у бабушек. В общем, комбучча сейчас имеет очень много технологий приготовления, и это действительно освежающий, вкусный, полезный витаминный напиток, который поддерживает здоровье и профилактирует заболевания ЖКТ. При отсутствии противопоказаний, разумеется. Комбучча – это ферментированный напиток на основе симбиотической культуры бактерий и дрожжей, скоби. И на сегодняшний день в мире 350 производителей комбуччи. Инвестиции от акционеров, венчурных фондов, от таких конгломератов, как PepsiCo и Coca-Cola, составляют 340 миллионов долларов. Три года назад, кстати, PepsiCo купила компанию австралийской комбуччи Киевита за 260 миллионов долларов. И, я думаю, не собирается на этом останавливаться. Мировой объем продаж комбуччи на 2016 год, скажем, бум-продаж, составил около миллиарда долларов. И по прогнозам аналитиков составит 2,5 миллиарда к 2022 году. Объем продаж в России, соответственно, чуть больше, чем 14 миллионов долларов. Ферментация также часть культуры гастрономического ресторанного искусства. Ферментация – это основа новых блюд и огромная перспектива производства и модернизации новых блюд и стимуляция привлечения новых потребителей в рестораны. Таким рестораном как раз является ресторан Нома. главный и самый известный ресторан, деятельность которого организовал датчанин Реннер Эдзеппи. Он оборудовал лабораторию со штатом химиков и биологов для того, чтобы разработать новые интересные блюда и внедрить культуру ферментации в свое ресторанное мастерство. Также этот ресторан, стоит отметить, что он четырежды был признан лучшим рестораном мира. Какие же продукты питания Россия может предложить на глобальном рынке сегодня? Для ферментации в России можно использовать любые продукты. Все дело в том, что локально произрастающие продукты, определенный географический климат, температурный режим, почва, они также замечательно влияют, как и при производстве вина. То есть вино из разных частей света всегда имеет разный вкус, даже если это один сорт винограда. Что же можно производить из молока, всех видов овощей и фруктов, корнеплодов, злаковых, бобовых, съедобных растений, даже дикоросов и ягод? Как раз напитки на их основе. Камбучу, водный кефир, пробиотические квасы, квашеную капусту, не скучную квашеную капусту просто с морковью, а очень много подключать разных овощей и фруктов, делая продукт еще и богатым пребиотиками и, соответственно, вот этой растительной клетчаткой. Хрустящие овощи в рассоле, ферментированные соусы на основе перцев, редьки, свеклы, томатов, хрена, все то, что мы имеем в изобилии. Также яблочный живой уксус на основе трав, ягод, фруктов и черный ферментированный чеснок, тоже завоевавший популярность среди ценителей, и ферментированные фруктовые как раз соки и квасы, которые можно также экспортировать. И новые товарные позиции для производителей я вижу следующим образом. Можно выпускать ферментированные соусы, маринады для овощей и мяса, которые будут предварительно расщеплять белок и делать мясо более удобоваримым для организма. Как раз сублимированные ферментированные продукты в качестве приправа к еде. Та же самая южнокорейская версия кимчи может быть засушена, сублимирована при низких температурах и играть натуральным усилителем вкуса и источником пробиоптических бактерий в блюдах. БАДы для улучшения пищеварения. Также нейтральные натуральные содовые с дополнительными штаммами бактерий, такие как бациллус коагулянтс или другие. Ферментированные сливы у мебоси. Это японский продукт, но почему мы не можем его производить? Можно модернизировать и выпустить абсолютно свою новую версию. Также закваски для йогуртов, маринада для овощей и мяса. Все это потенциал к экспорту. Стартеры и закваски также являются потенциалом для экспорта. Все дело в том, что на рынке сейчас в России есть компании, которые занимаются производством доступных и стабильных форм тех или иных штаммов бактерий, которые выполняют основополагающую роль в сельском хозяйстве, здравоохранении и в масштабировании производства продуктов питания. Эти закваски и стартеры служат отправной точкой и контролируют процесс производства ферментированных продуктов на всех этапах для того, чтобы мы обеспечили желательный бактериальный рост и, соответственно, произвели тот продукт, который задумали. Такой компанией на российском рынке является ООО Propionics и успешно как раз разрабатывает такие закваски и стартеры. И целью этой компании является как раз импортозамещение таких биотехнологий в России. Что касается регулирования индустрии в России, для камбучи необходимо разработать регламенты, которые определяют способы производства напитка для того, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. То есть каким способом была произведена камбуча? Это из концентрата или традиционным способом сбраживания вместе как раз с культурой чайного гриба, которая, кстати, в больших производствах может достигать в одном ферментере веса до 100 кг. Также необходимо контролировать в России уровень алкоголя в таких напитках. Это напиток не пастеризованный, чаще всего естественного брожения. И в России регламентируется до 1,2%. То есть напиток должен быть по крепости не выше, чем кефир. Также в ферментации был замечен гринвошинг. Это, соответственно, в ключе замены бактериальных метаболитов. Многие производства ферментированных овощей, квашеные капусты, к примеру, добавляют вместо запуска процесса ферментации, они добавляют уксус, сахар, консерванты и стабилизаторы, которые позволяют сохранить продукт надолго и придать ему вкусу квашеной капусты. Соответственно, никаких полезностей в этом капусте, кроме самой клетчатки из капусты, вы не найдете. Но вы захотите пить, вы захотите, возможно, приобрести ее еще, потому что там будут скрытые сахара. В продукте же ферментации сахара используются в качестве питания для бактерий. И тем самым продукт становится еще более полезным. Всем спасибо за внимание. Призываю вас ферментировать. И не только на своей кухне, но и внедрять по возможности это в производство. Потому что это новая интересная ниша, которая будет точно интересна потребителю. Спасибо. Здесь есть вопрос. Мне кажется, он риторический. Я его прочитаю. Чем отличается лимонная кислота, молочная кислота, произведенная существующими способами, от лимонной молочной полученной при ферментации? Вы там произнесли, просто сослались на это. Может мне отвечать? Ну да. Ну как бы прошло и прошло. Мне кажется, что тема вы очень обширную раскрыли. И надеюсь, ощущения сформировали о том, что это наше родное. Зерно посеяно. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.